Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на PowerBank. Согласитесь, давно мы PowerBank с вами не рассматривали. Тем более, здесь он любопытный, так как позволяет нам получить суммарно 100 Вт мощности. Круто? Однозначно да. Поэтому давайте вместе разбираться, как это все работает. PowerBank от Baseus Blade Series у нас, соответственно, здесь достаточно премиальная упаковка. С точки зрения того, как это все упаковано, действительно хорошо. И, вы знаете, люблю красивую упаковку, даже если дело касается достаточно утилитарного гаджета, такого как PowerBank. Но в нашем случае, на самом деле, это хороший вариант, потому как он позволит нам получить максимум по абсолютно всем фронтам. И здесь мы сразу сможем посмотреть на комплектацию. Конечно же, это вот такой чехольчик для переноски самого PowerBank. Лишним он точно не будет, и я думаю, найдет применение в хозяйстве. Логотип Baseus имеется в нижней части. Есть у нас и наклеечки вот такие. Прикольно. Инструкция, информация гарантии. И, конечно же, кабель. Давайте посмотрим, что у нас тут за кабель. Ммм, Type-C на Type-C. Слушайте. А это большие молодцы ведь, потому что сейчас у меня, например, все зарядки уже перешли именно в формат Type-C на Type-C. Как вы используете вы, напишите в комментариях. Мне действительно любопытно, кто сейчас какую юзает. С USB Type-A или с USB Type-C. Сам PowerBank выглядит следующим образом. У нас здесь 100 Вт написано, но это суммарная выходная мощность, так что... Немножко такой маркетинговый момент, но на самом деле совсем немножко. И здесь ребристая поверхность, чтобы наши гаджеты не скользили. Глянцевая часть, это дисплей. Сверху есть кнопка активации. Если на нее нажмем, увидим, что у нас 73% заряда. Плюс, как только будут подключены другие гаджеты, здесь тоже будет выводиться дополнительная информация. С тыловой части у нас есть прорезиненные ножки. Очень удобненько, очень плотно стоит. В этом плане все хорошо. 20 000 мАч внутри, опять-таки, находится, если верить производителю. Новые дела обычно не особо обманывают с точки зрения своих PowerBank'ов. Уже недалеко один продукт мы их смотрели. И всегда все максимально качественно. По портам. Два USB Type-A, два USB Type-C. Type-C у нас оба могут быть под зарядку. То есть они и in, и out. Тут в зависимости от того, что вы к ним подключаете. Параллельно с этим, конечно, вы видите сейчас, сколько у нас выходная мощность на каждый порт доступна. Таким образом, я лучше подпишу, чем буду проговаривать сейчас, и вы все наглядно сами увидите. Давайте попробуем что-нибудь подключим. Для наглядности у меня есть вот такой Type-A. Подключаем. Соответственно, пошла зарядка на iPhone. И параллельно с этим мы видим информацию здесь на дисплее. То есть можем, в принципе, активироваться и увидеть все соответствующие циферки, которые могут быть нам интересны. Давайте попробуем в Type-C подключим. И смотрим все на примере того же iPhone 13 Pro Max. Опа! Пошла зарядка. Да, пошла зарядка. Смотрите-ка, все заряжается. Без каких бы то ни было проблем. И, соответственно, здесь мы можем видеть дополнительную информацию, опять-таки, на дисплее. То, как мы это видели ранее. Любопытно, наверное, то, что здесь есть основные абсолютно все показатели, включая время. Соответственно, можно понять, что у нас сейчас набирает время именно зарядки аккумулятора. Сам Powerbank просчитывает все эти моменты. И таким образом мы можем понимать, сколько у нас займет времени зарядка самого смартфона с того состояния, которое у него есть сейчас, до полной стопроцентной зарядки. Прикольно, но удобно. И, параллельно с этим, я бы, наверное, еще выделил важный аспект, который здесь доступен. То, что выходная мощность, в принципе, достаточно большая, чтобы заряжать простенькие какие-нибудь лэптопы, ультрабуки. Тот же MacBook, который у нас был 2017 года недавно в видео, вполне заряжается данного Powerbank. И можешь пополнить заряд процентов эдак... Да, на самом деле, там больше 50. Даже, ну, с учетом у меня уже немножко уставшей батарейки. Так что, да, очень прикольно. Это рабочая схема, причем, которая способна сейчас абсолютно удовлетворить каждого, кто хочет получить действительно мощный Powerbank. И, параллельно с этим, иметь его где-нибудь в районе стола. То есть, такой, знаете, пришли на работу, зарядили, и если куда-то нужно пойти дальше на переговор, прихватили его с собой. То есть, он стационарно-мобильного назначения. Да и выложили где-нибудь в кафе, положили сверху iPhone. Вот, согласитесь, ну, прям очень хочется, чтобы была здесь беспроводная зарядка. Но конкретно в этой модели не предусмотрено. Ну, просто положили, кабель заряжается, и вы получаете максимум по скорости. Беспроводная зарядка все-таки медленная штука, и хотелось бы, чтобы здесь все-таки все было гораздо быстрее. Ну, и понятно, iPhone, Android, без разницы, будет заряжаться абсолютно все, без каких бы то ни было ограничений. По итогам у Bazeos действительно получился интересный, я бы даже сказал, любопытный Powerbank. Это такое относительно настольное решение, которое вы всегда можете взять с собой. 100 ватт суммарно на месте, и самое важное, два USB Type-A, два USB Type-C, которые у нас еще и служат для зарядки. Причем сразу оба. Так что мне придется выбирать, в какой там воткнуть, какой удобно такой и, ну, в общем-то, использовать. Type-C на Type-C кабель на месте. В общем, все, что хочу получить от современного Powerbank'а, да, наличие. Можно было бы еще беспроводную зарядку добавить. Но тут это моя хотелка, вы уже, я думаю, за ролик это поняли. Не то чтобы важно, но было бы неплохо. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании, также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Не забудьте поставить большой палец вверх, на канал подписаться внизу есть красная кнопка, всегда, где бы вы ни смотрели. А также переходите по ссылкам в описании в наш Telegram и наш TikTok. Там много интересных видосов.